Добрый день! Давайте сегодня поговорим об этом издании. Добрый день! Я очень рад вас вновь приветствовать в нашем доме творчества Союза писателей. Как вы назвали этот дом? Дом поэта Боснянского – это дом творчества Союза писателей имени Константина Симонова. И поэтому я всем говорю, кто здесь бывает, не забывайте дорогу сюда. Вы всегда здесь будете встречены, получите хороший приют, привет и добрые пожелания. Если, конечно, придете с добрыми мыслями и с хорошей поэзией. Мы сегодня пришли с добрыми мыслями, а хорошую поэзию я держу в руках. Это третий альманах. Альманах называется «Звенигорье». Он совершенно отличается от предыдущих двух, и не только внешне, но и внутренне. Вот расскажите о том, как версталась эта книга, потому что вы, безусловно, творец этого издания. Когда сравниваю альманах третий и второй, я говорю о том, что и тот, и другой были сделаны и подготовлены к выходу в свет в процессе тяжелого состояния нашей, в связи с карантинами и с пандемией. И не просто в обществе, но и в каждой отдельной личности, которая имела отношение к подготовке этого альманаха. Это было тяжелое время. И в прошлом году были карантины, и в этом году карантины. И вот эти условия карантина, они создавали много трудностей по подготовке альманаха. Но, с другой стороны, они становились толчком к новому творчеству. Мы себе сами сказали, что мы обязаны сделать третий альманах, Бог Троицу любит. И вот я хочу вам показать, что вместе, когда они вместе, это уже наша большая гордость. С нашего объединения, вот наши три альманаха, они все, как видите, разного цвета, они отличаются, их не перепутаешь. Вот альманах номер Звенигорье-1, Звенигорье-2 и, наконец, Звенигорье-3. Вы задали вопрос, чем отличаются они? Ну, во-первых, альманах, первый, это был, не было никакого посвящения. Там были стихи лирические, стихи об Отечестве, о войне, о многих интересных вещах из нашей истории. А вот второй альманах, он был конкретно посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А вот третий альманах, он посвящен женщинам нашей Родины. Здесь в основном собраны стихи наших поэтов, нашего округа, нескольких объединений, разных объединений литературных. А парнас, резонанс нашего литературного объединения Звенигорье, 12 стульев, Успенские вечера. И все эти стихи, как мы и предполагали, должны были, поскольку женщинам наша Родина посвящается, должна быть тематика посвящена женщинам, матерям, сестрам. И особенный упор в этом альманах сделан для того, чтобы показать, какую ношу, какое тяжелое время выпало на долю женщин нашей Родины вот в период Великой Отечественной войны. Практически они, весь тыл был закрыт женщинами. Все производства снарядов, танков, пушек, оборудования, снабжение армии продуктами, санитарные поезда. Да, это все легло на плечи женщин. И они выдержали, и благодаря, я считаю так, что без такого тыла, как наша русская женщина, победа была бы невозможна. Может быть, что-то прочтете, Георгий Петрович? И вот здесь мы начали свой альманах с того, что женщины, ну, всех женщин ведь невозможно было перечислить в альманахе, всех женщин-героев, героинь труда, герои женщин-матерей. Мы назвали этот раздел «Чтим, помним, гордимся». А давайте мы вот прям гимн женщине прочтем Людмилой Семеновой. Нам дар небесный, хрупкой жизни, дарует щедро небеса, мир каждого, как на ладони, Господь все видит свысока. С рождения миллионы жизней лелеет женская рука, тепло души, биение сердца, передавая от Творца. «Бушует войнами планета, жизнь человека коротка, лишь женщина исконную любовью жизнь пронесет через века». Можно сказать, что альманах открывается вот именно этим стихотворением, посвященным всем женщинам. Любовь Орлова, Анна Гагарина, Валентина Терешкова. Да, 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 да. Потом женщина, может быть, не все ее знают и помнят. Людмила Павличенко. Павличенко, да, наш знаменитый снайпер, который потом представляла наших женщин, военнослужащих в делегации в Соединенных Штатах Америки в 44-м году. Герой Советского Союза. Маргарита Алигер, отрывок из поэмы «Зоя» приводится. Ольга Бергольц со своим стихотворением, которые слова ее выбиты в граните мемориала Коскаревского кладбища Ленинграда. Юлия Друнина. Потрясающее стихотворение. Вот если вы не против, она короткая, но удивительно, может быть, как бы она выразит ее отношение к некоторым бытовым проблемам в сравнении с духовными. Я принесла домой с фронтов России веселые презрения к тряпью. Как норковую шубку я носила шинельку, обгоревшую свою. Пусть на локтях таморчились заплаты, пусть сапоги протерлись, не беда. Такой нарядной и такой богатой я позже не бывала никогда. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Очень красивый эссе «Материнский подвиг» Татьяны Васильевой, нашей поэтессы, о своей маме-героине Анастасии Федоровны Нагориной вырастила 11 детей. Она была настоящей матерью, которая несла в своем сердце к нам, своим детям, любовь и ответственность перед людьми за то, какими вырастут сыновья и дочери. Приводятся стихи и вашего покорного слуги, посвященной Елене Михайловне Голубевой, бабушке с Октябрьской железной дороги, заслуженному работнику РЖД. Кстати, она получила заслуженного работника РЖД, и дом ей построил наш президент Владимир Владимирович Путин после того, как она помогала в качестве санитарки раненым после катастрофы поезда «Невский экспресс». Она ночью, дом разрушен ее вагонами, которые слетались с рельс, летели в откос, там были крики раненых, столько было жертв. И вот она, эта женщина, которая когда-то работала обходчиком на железной дороге, уже пожилая женщина Елена Михайловна Голубева, она всю ночь занималась, помогала больным, раненым, вот в этом поезде. Вот этой, ей этой страшной ночи не забыть, за страждущих неистово молилась, она была готова всех укрыть и провожая тех, в ком жизнь остановилась. И горе многих принимала как свое, родной им стала женщина простая, и верит сердце беспокойное мое, взойдет на эшафот злодеев стаи. Их только через несколько лет наконец нашли, вот этих террористов, и приговорили их к высшей мере. Тут удивительные стихи Сергея Новикова «Маме в день рождения». Приводятся стихи тоже вот вашего покорного слуги «Матерям без вести пропавших солдат». Вот, это вот все, так сказать, вступительная часть. Ну и вот здесь песня священника Сергея Решетникова, песня «Женщины России». «Женщины, то, о чем я говорил, женщины России от беды хранили, счастье нам дарили много-много лет, и под небом синим нет таких красивых, самых драгоценных женщин на земле». Вот, этот удивительно талантливый Сергей Решетников, священник, которым мы когда-то познакомились на одном из поэзических вечеров. Георгий Петрович, когда вы работали над этим сборником, вы уже сказали об этом. Была пандемия, вы и сами вместе с супругой перенесли это заболевание, и, конечно, было тяжело. Тем не менее, хотелось бы сегодня, чтобы вы рассказали о том, кто вам помогал, кто поддерживал, кто еще работал и трудился над созданием этого альмонаха. Те же люди трудились, что и первые два альмонаха. Сейчас я их назову. Но первые два альмонаха нам приходилось собирать средства на многие вещи. И мы их выпустили, собственно, за счет средств, которые собрали от авторов, которые собирались и потом печатались в этих альмонахах. Но вот третий альмонах, когда на нас обратили серьезное внимание, руководство округа Одинцовского, и руководитель Иванов, и руководитель культуры нашей культуры Одинцовского округа Ирина Евгеньевна Ватрунина, они нам пообещали тогда, год назад, что они сделают все возможное, чтобы поддержать наше объединение. И с выпуском альмонаха, если мы таковой будем продолжать выпускать и делать. И действительно, слова «сделав» не разошлись. Нам как пообещали, так и сделали. Но сказали, вы сначала подготовьте альмонах, макет, а уже на издании типографские расходы мы вам обеспечим. Так оно и произошло. За что от нас огромная благодарность этим людям, о которых я упоминал. Четко в срок, как только был готов макет, немедленно были переведены деньги, без всякой задержки, в типографию, по договору. И в типографии уже мы сделали все возможное, чтобы в кратчайший срок был выпущен альмонах. И 28 мая альмонах вышел в свет. Конечно, мы хотели к 9 мая, но, к сожалению, там было много выходных дней, и типография не успевала просто. А мы с макетом тоже задержались из-за того, что многие авторы, которые присылали нам свои стихи, несмотря на интенсивную информационную поддержку Людмилы Васильевны, нашей директора, нашей Одинцовской библиотеки, она вела вот эту работу. Не все вовремя присылали стихи. С некоторыми приходилось работать, звонить, дозваниваться, убеждать, что давайте, потому что время уходит. Ну, кстати, получается, впервые именно в этом альмонахе вошли стихи не только поэтов литературного объединения Звенигории, но и других литобъединений нашего округа. Резонанс, вот эти все объединения, «12 стульев», «Успенские вечера», все вошли в автор, кто захотел. Потому что здесь было обязательно по желанию. И сейчас поэты всего округа активно общаются, и ваши поэты тоже посещают все мероприятия, и открытые конкурсы поэтические. Да, вот наши были и в Заречье на конкурсе, и по обмену был фестиваль, губернский фестиваль поэзии, наши ездили уже с новым альмонахом в Солнечногорск, вот обменялись там своими произведениями. Но самое интересное еще в том, что вот вы говорите о подготовке макета, я хочу к нему вернуться. Это была самая тяжелая работа из всех, которые были, особенно в этом году. Может быть, даже и потому, что все-таки не только наши авторы, нашего литобъединегория, но и авторы других объединений. Присылали по несколько стихотворений, объем был ограничен, мы могли только одно, два, три стихотворения, и то выборочно. То есть, национальный творческий совет Звенигория решал, какие стихотворения из тех, что прислали в альмонах, можно и нужно напечатать, чтобы подходила тематика. Потом я вам должен сказать, что я практически с каждым автором, а их здесь порядка 80, я с каждым разговаривал по телефону. Когда отбирали его стихи, и стихи были отобраны, я связывался с этим автором и говорил, что вот из ваших произведений мы отбираем вот это стихотворение для альмонах. Иногда соглашались, иногда нет, иногда пришлось что-то исправлять. Это такой творческий, живой процесс. Да, были иногда и спорные вопросы. Но все-таки, Георгий Петрович, вот вы довольны тем, каким получился третий альмонах? Очень доволен. Я лично, я очень доволен. А вот для вас были в этом альмонахе открытия? У меня, ну и были авторы, которых я знал и раньше, но открытия были потому, что они продолжали писать и посылать свои стихи. И вдруг в процессе работы звонит автор и говорит, Георгий Петрович, а вот я сейчас написал или написал стихи. Вот, может быть, вы включите в альмонах стихи? Можно включить? Читайте. И ты чувствуешь, что это замечательные стихи, и они лучше, чем те, которые он прислал раньше. Я говорю, хотите, я напечатаю этот, а вот тогда вот, нет, я не хочу, давайте тот и другой. Вот много было разных моментов. Но действительно, авторы, вот я доволен тем, что то, что сегодня вошло в этот альмонах, все-таки было включено, практически трудно сказать, что что-то не нравится. Вот мне лично. Я бы, если мне не нравится, я бы сказал автору, я не могу напечатать это. Честно? Честно сказал бы. Георгий Петрович, давайте что-нибудь прочтем. А сказал, потому что я вам скажу. То, что вам понравилось. Сейчас я скажу, я перечислю просто некоторых. Вы говорите, кто нравится. Например, Александр Ейскин. Это удивительные совершенно стихи. Невозможно. Я их перечитываю много раз. Вот. Не Федова там есть. Волкова, Водинцова. Ну, можно многих здесь перечислить. Из тех, кого можно особенно отличить. Но из наших поэтов, вот из Венегорья, там у нас список уже известный наших поэтов. Это, прежде всего, Сергей Новиков, Сергей Соколов, Татьяна Васильева, Шендрикова, Ангелина, Александра Моисеева, Александр Глазов. У многих из них вы брали раньше интервью. Вы знаете их поэзию. Они читали вам эти стихи свои. Георгий Петрович, давайте я вот развертся. У нас появились новые имена здесь. В этот раз. Ну, обо всех не скажешь. Но появились. Ну, раз уж вы сказали о гостях Литоза и Венегория, это тех поэтов из других литературных объединений округа, вот Александр Яськов. Вот прям предлагаю прочитать его стихотворение. Вам, наши медики, стихи мои. Так как в июне отмечается ежегодно День медицинского работника. Я думаю, что это будет очень-очень актуально. Если вы мне позволите, посвящается всем медицинским работникам, врачам. Страница 167. Врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам, провизорам, фармацевтам, кто находится сейчас на передовой борясь за наши жизни. Вам, наши медики, стихи мои, пред вами голову склоняю. Не зная устали, вы днем, в ночи по самому идете к краю. Когда земле объявлена война, и смерть уже на горизонте, вам, медики, бывает не до сна. Сейчас, друзья, вы как на фронте. Забыв порой о доме, о семье, идете в бой вы ради жизни. Судьбу такую выбрали себе, и труд ваш будет миром признанным. И свечи в храмах мы за вас сожжем. Пред Богом станем все в молитве. Земле без вас не справиться со злом. Себя вы только берегите. Поклон земной от всех людей земли. Храни вас Бог, и пусть удача вам, медики, внимание уделит. Да будет так, никак иначе. Ну вот, альманах-то тоже начинается со стихов. Мы же и написали. Вот почему вообще мы решили в такое тяжелое время все-таки... Ну, мало того, что, конечно, очень важно, что нам обещали поддержку для издания альманаха. Но главное, еще нужно было сил набраться. А что нам придало сил? Это то, что одна из... Ребенок, буквально девочка 12 лет, Мирослава, написала нам... Передала мне такие стихи, которые нас окрылили. Вот так мы и написали. Что если уж ребенок пишет такие стихи, то нам грех не выпустить альманаха. Вот она написала так. Ультиматум коронавирусу. Немножко наивные, но до чего светлые, удивительно оптимистичные стихи. Написала эта девочка. Коронавирус, стоп, стоять. Из-за тебя нельзя гулять. Корону ты снимай давай. И вон отсюда убегай. Перчатки, маски, все устали и улыбаться перестали. Дистанционка не бодрит. Телекино не веселит. Торговый центр опять закрыли. И пляжи тоже перекрыли. Коронавирус, исчезай. И маски шоу забирай. И вы написали, что оптимизм детей вдохновил нас не сдаваться пандемии и продолжать творить. Вот это было основой, после чего мы начали творить и заниматься альманахом. Это большой труд, который перебрать все эти стихи, переговорить со всеми, сделать отбор, напечатать. То есть подготовительная работа макета альманаха – это самая большая и серьезная работа. И ответственная. Потому что нужно было именно так, чтобы мало того, чтобы никого не обидеть, но еще чтобы, так сказать, в литературном плане все было выдержано тематически. Огромный труд. Вы задали вопрос, я на него не ответил. Это был на плечах Татьяны Васильевой, нашей поэта. Она набирала все, она плакала ночами, когда сломался компьютер, когда не успевали мы по срокам и так далее. В общем, вокруг третьего альманаха постоянно что-то происходило. Да, да, да. И, конечно, кто это? В основном нужно сказать, что четыре человека альманах, этот альманах привели к этому виду, который вы держите в руках. Это Васильева, Людмила Васильевна, директора библиотеки, Сергей Новиков, логистика, моя муза Людмила Александровна Семенова, ну и Ваш покорный слуга Георгий Петрович Боснецкий. Вот это вот, сколько я посчитал, четверо, нас получилось пятеро, да. Все эти люди, дружные такой компании, откладывая все остальные дела, когда решались вопросы альманаха, они включались и делали свою работу. Очень все это было на таких хороших тонах, на удивительном оптимизме, верой в то, что мы это сделаем. Иногда я Таню по телефону успокаивал, Танечка, ну не плачь, мы же победим. Она сквозь слезы говорила, победим, Георгий Петрович. Георгий Петрович, я предлагаю в завершении нашего интервью прочесть стихи Татьяны Васильевой о русской березе. Страница 57. Спасибо. Я это сделаю с большим удовольствием. И уважение и Татьяне Васильеве, как удивительному человеку, женщине и поэте. Настоящий русский поэт. О русской березе. В России взгляд куда ни кинуть, Какой дорогой ни пройти, Не разойтись, никак не минуть, Березой светлой на пути. Она нежна под лунным светом, С дождями плачет до утра. И девище хранит секреты, К влюбленным трепетно добра. Береза мне врачует раны, Мечтать с ней можно обо всем. На троицу, в дома и храмы Мы веточки берез несем. В весенних русских хороводах Березе песни и поклон. Она – любимица народа. Березонька, от бед заслон. И утром от крыльца родного Проводит и дождется вновь. Уставший даст мне силы снова. В ней, как в России, Лишь любовь. Спасибо, Георгий Петрович, За интересную беседу. Спасибо вам и вашей команде За создание этого удивительного Поэтического сборника. Я думаю, что он будет интересен Многим людям. И они с удовольствием найдут Здесь те строки, Которые их поддержат, Помогут, направят и воодушевят. Спасибо вам за интересную беседу. Крепкого здоровья. Вы смотрели программу Специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...